Happy birthday to you! Спасибо, от кого это? Это от вашей дочери Марины. Извини, доченька. Спасибо большое тебе и внучкам. Бедная женщина, зачем ей столько? Не надо, ты что? Да не надо, поставь на место, говорю. Да не будем мы с Оксаной пить. Под санкциями Россия, у нас же сыров нет в России. Да не будем мы с Дочери Марины. Короче, на дачах у них дом. От города минут 25 мы, наверное, объехали. Ну, еще и по городу ходят тоже минут 20. Так. Что мы снимаемся в магазине? А, машину пропускаем. Магазин продукты, смотрите какой. Эх, дороги, пыль до туман. Да, весной, летом тут, конечно, повеселее. Зимой тут совсем уж угрюмо. Значит, складываем. Апельсинчик сюда же положим. Без ценника. Йогурты я два купила. Потом лимончик еще тоже я купила. Так. Какой-то вот такой вкусный коктейль. Это я уже докупала на 500 рублей. Так, йогурт я, наверное, в этот пакет потом положу. Вот такие еще конфеты. Так. Даже не знаю, корзинка маленькая вообще. В том, ананас еще я купила. Как вот это все сложить сюда, я не знаю, короче. И чай. А здесь конфеты. Сок. Сыр. Ламбер. Кофе. Черная карта. Две шоколадки. Россия. И пакетик. Вот. А, и торт еще. И торт еще. Короче, вот это все подарок. А? Включи. Нет, надо же сложить все хорошо. Подожди. Ирина Витальевна. Ирина Витальевна. Happy birthday to you. 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 Спасибо, от кого это? Это от вашей дочери Марины. Я сейчас заплачу. Ха-ха-ха. Ха-ха. Не, мы заходи в дом, мы его поставим. Ха-ха. На пять минуточек зайдем. Ванкувера, мы ее снять. Нет, мы ее не знаем. Но мы приехали из Ванкувера. Мы там жили и... Ха-ха. Зайдите, пожалуйста. Дайте я вас сфотографирую для нее. Ну, зайдите, пожалуйста. Там дочки приехали. А, ну, вам надо налить. Нет, нам не надо налить. Ну, давай зайдем, но неудобно, правда. Возьмите, то я все не возьму. А, там сумка у меня. Да, возьми. Ой, я сейчас расплачу. Ха-ха-ха. Вот, Марина, вам привет от мамы. Привет, Маришка, большое спасибо. Извини, я расплакалась, доченька. Извини, доченька. Спасибо большое тебе и внучка моя. Пожалуйста, дайте я вас обниму от нее. Давно не виделись с Мариной. Три года? Три года. Меня Наталья. Мы буквально вот вам поможем занести и поедем. Закрыл машину, да? А вы там замку жили, да? Мы там... полгода назад мы там... Мы вернулись? Мы вернулись. Может, они вернутся? Нет. Не знаю. Мы вернулись. Это просто для интереса. Мы такие авантюристы, но нам пожили за нацеление. Вижу, что-то поднадоело. Решили домой слить. Да. Решили пока пожить дома. Там будем смотреть. Может, вернуться все-таки. У них детки сколько лет? Пять и семь лет. Настенька. Давно они там жили? Нет. Я лично ее не знаю. Мы по фейсбуку с ней знаемся просто. А-а-а. Но лично мы не... Может, это Марина не звонит? Она обычно звонит. Ну, давайте, распаковывайте, хоть смотрите, что мы вам принесли. А это она вам попросила купить, да? Ну, она попросила, да, вам обязательно ликер, тортик, а там уже сладости. Сладости я уже... Я не говорила про ликер. Я говорю, купила амаретта. Ой, наверное, не очень получилось. Ну, я честно. Ой, спасибо большое, что это... Юра, девица пойдет с работы. Вы не знаете, просто связали... Да, да, да. Но я предложила, на фейсбуке написала, что я сейчас живу в Краснодаре. Девочки, кому надо, если кого-то родственники или что, пишите мне, я могу при... Ну, подарочек привезти вашим родным. И она мне связалась со мной сразу. Ну, вы меня понимаете, да? Конечно, понимаем. Мы с вами 12 лет прожили в Ванкувере. У нас здесь родители у вас, да? Да, у нас родители здесь. И у меня мама, и у Славы родители и сестра. Ой, у меня одна дочка, поэтому... Ну, когда она собирается приехать уже? Не знает. Из Ванкувера так дорого ездить, очень тяжело. Хоть все считают, что там все живут в золоте купаются, но приехать очень тяжело. Я так не считаю, потому что на целый день... Потому что вы мама, а другие люди так считают. Я понимаю, что ей очень трудно на целый день работать. Да, да. Вот. Муж пока не работает, и двое детей, и страховки платят. Я пока... Муж не работает, да? С детьми сидит? Ну, пока нет, да. Там учится, но... Ну, так как работать, если пять лет, младшая ногу сломала вот сейчас. Ой, бедненькая. С ней нужно все время как-то находиться, быть все время. Давайте им хоть кофе надо. Нет, спасибо. Давайте дальше доставайте. А вы снимаете? Я снимаю. Отчет. Отчет, пожалуйста. Прекрасно. 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 Отчет весь номер. Потому что она мне так продукты не говорила точно, что покупать. Она только сказала про ликер и про торт. А все остальное... А вот. Я на свой вкус уже там выбирала, поэтому... Нет. Я не думаю, что это самое, ну... Ну, ликер она сказала Беллис, поэтому мы купили Беллис. Я попросила, говорю, Мариш, ты запиши такое. Я купила просто Амаретта. Мы не знаток ликеров, поэтому я надеюсь, что это то, что нужно. Она мне сказала, я записала, но я английского не знаю, я даже в школе французский учила. Такую я читать не могу, поэтому... Вот. Она его сама привезла. Обалдеть. Обалдеть. Ну, попробую, значит. Попробую. Спасибо. Надеюсь, что вкусный. Пожалуйста. Ну, надо ж, Марина. Никогда не думала, что... Я смотрю, что это Маришка не звонит. Ну, думаю, может, вечером там... Позвони, да. Она думает, что завтра еще. Она мне сегодня пишет... Говорит, завтра у мамы день рождения. Можете съездить? Я говорю, а какого числа? Она говорит, 5-го. Говорит, так это у нас уже сегодня. Она перепутала. Завтра. Я говорю, нет, ну вы же здесь родились. Ага. У вас, я говорю, сейчас день рождения. А это что? Час прекрасный. Спасибо большое. Все понравилось очень. Ну, хотя это Марина как придумала. Вот мне все равно. Я себе карту повисла. Теперь смотри, вот. Ааа, да. Наблюдаете за Мариной, да? Да. Где там у нас Марина? Наблюдаем. Марина у нас. Где там? Марина вот где-то вот здесь, на юге. Правильно? Да. А мы вот здесь вот. Где у нас? Вот вам тут. Тут по прямой 14 тысяч километров. Но по прямой-то мы не летаем. По прямой. Жалко, что не добежишь, да? Ну да. А все-таки не так просто туда лететься. Конечно. Три самолета минимум. Вот именно. Можно и больше, но меньше нельзя. Двумя не нельзя долететь. Ладно, все. Спасибо. Дайте я вам еще. Спасибо. Привет. Всего доброго дня. Очень хорошо выглядите. Будьте здоровы, счастливы. Отлично получились. Все натуральное, самое хорошее. И интересное. Все. До свидания вам. Спасибо большое. Будьте здоровы. У меня надежда есть, а вдруг и приедут. Ну, может быть, когда-нибудь. Они же не приедут, но сейчас надо на ноги встать. Там первое время потом раскачиваются. Ну, вот они там два года, третий только пошел. Угу. Ну, я поэтому пока муж на работу строится. Детки-то маленькие. Куда их? Угу. Если, я так поняла, что если нянечит, это будет дорого. Конечно. Садик, даже садик очень дорого. Ну, там нет. Каждый ребенок тысяча долларов. Представляете? За двух детей две тысячи. Это зарплата. Это же разная вещь. Все равно. Конечно. Конечно. Ладно, пока справляюсь как-то, видите, хожу, брожу. Все нормально. Молодцы, молодцы. А потом 63 года мне сегодня исполнилось. Хорошо выглядите очень. Моей маме тоже вот в феврале будет 67, но она тоже у меня хорошо выглядит. Молодцы, девочки. Ну, я теперь поняла, что мне нужно за собой следить. Правильно. Потому что я когда уехала, я думаю, так, мне болеть нельзя. Нужно, думаю, это лечить, это лечить, это лечить. Думаю, если я заболею, то будет думать про меня. Будут какие-то проблемы там, правильно? Да, переживать. Переживать. Конечно, да. Вам нужно быть огурцом. Поэтому, думаю, следим за своим здоровьем, чтобы... И вы им так очень сильно поможете. Вот я думаю, детям, чтобы помочь. Конечно. А потом, как постареет, так, может быть, как-то и... Ну, видно будет. Почему съездите туда в гости? Ну, съездить-то можно, но пусть сами окрылятся там. Да, и приедут. Внучечек привезут. Да, еще 7 лет и все. Там 10 лет работаешь на Канаду, потом Канада на тебя. Все так. Всего 7 осталось. Ну, такая жизнь короткая. Ничего. Я с внучкой стала говорить, говорю, она бабушка, я ж приеду. Я говорю, Сонечка, ну, мне ж тоже уже не 20 лет. Я говорю, я могу у нее дожить. Она говорит, бабушка, я знаю, что люди и до 100 лет живут. Конечно. Молодец. Ну, ладно, Сонечка. Как говоришь, так и будешь. Ну, вы знаете, вот не ожидалось. Все. Спасибо вам большое за добрый славу. Спасибо большое. Наташа и Слава. Наташа и Слава. Да. Все. До свидания. Зато мы матери сегодня подарили надежду, что, может быть, когда-нибудь их дети вернутся из Ванкувера в Россию, потому что она видит нас. Живой пример, что мы вернулись. Она с такой надеждой у нас смотрела. Ну, может, и мои когда-нибудь вернутся. Вот. Поэтому, наверное, все родители, как бы, конечно же, желают счастья своим детям, чтобы они жили за границей, чтобы у них все сложилось. Вот она с одной стороны говорит, да, ой, скорее бы они там устроились, скорее бы работу муж нашел там и все взять. А с другой стороны, она в глубине души так хочет, чтобы они вернулись в Россию, да? Да. Да. Странное такое двоякое чувство. Вроде бы, с одной стороны, какая-то радость, что мы вот принесли вот это все, да, поздравили женщину. А с другой стороны, так немного грустно, что вот мне прямо аж самой пол в горле, что вот мы тоже же так жили. Восемь лет мы не приезжали из Канады в Россию. Восемь лет мы не видели родственников. Ну, моя мама жила тоже в Канаде. Слава Богу, хотя бы я маму видела. И сестра моя жила в Канаде, потом в Америке. А вот отец у меня умер, я так его и не повидала. Как раз он умер где-то через сколько, шесть или семь лет, да, сколько мы там жили. Пока мы сделали себе иммиграцию, пока мы смогли выезжать, документов у нас не было, мы особо не могли выезжать. Потом денег у нас тоже особо не было, у нас четверо детей. И еще тяжело стояли на ногах, были как low income. И, короче, не до поездок, потому что очень дорого летать. Это просто нереально далеко, вы не представляете. Вы, конечно, знаете, где находится Канада, если на карту посмотреть. Но так вот, когда летишь на самолете, то ощущаешь это вот прямо до корки мозга вообще-то. Каждой клеточкой, можно сказать, ощущаешь, насколько это далеко. Потому что вот сидишь в этом самолете, который летает не знаю сколько тысяч километров в час, и сидишь десять часов, летишь-летишь, летишь-летишь. И я просто представляю, с какой скоростью мы летим, и это так долго. Вот просто пол земли нужно облететь. И, конечно, не все могут себе позволить съездить домой, к родителям повидать. Умирают бабушки сначала, потом родители вот так по пять, по шесть, по семь. Некоторые шестнадцать лет. Вот у меня есть клиентки в Канаде, когда я с ними разговаривала. Она говорит, я шестнадцать лет не была в России, представляете? Шестнадцать лет. Это вообще просто. У нее там вообще полностью просто жизнь в Канаде теперь вся сложилась. И я говорю, ну что, не хочется поехать? Ну, а у меня там, говорит, особо никого нет. Родители уже умерли. Когда родители были, я, говорит, не могла ездить. Сейчас я уже могу ездить, но уже родителей нет. И вот это тоже одна из причин, почему мы вернулись. Развернитесь позатем, держитесь правее. Потому что очень далеко и очень дорого. Сильно как бы раз в полгода не поездишься. Даже не каждый год люди ездят. Вот так вот. Очень грустно. Видите, до слез прям бедная мама живет. Дочка у нее одна. Внучек увезли. И вот сидит она в этом своем СНТ бедная. И скучает за ними. Вот так вот. Ну, на этом я, наверное, сегодня свой блог закончила. Развернитесь позатем через 200 метров, держитесь правее. Нет, тут Оксана мешает разговаривать с вами все время. Оксана, замолчи, Оксана. Вот, познакомьтесь, это Оксана. Все, всем пока. Люблю, целую. Подписывайтесь, не забывайте на мой канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok